Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом приготовления домашнего кваса. Для приготовления домашнего кваса нам потребуется стеклянная банка, я использую трехлитровую, закваска для кваса. Вы видите ее в банке, сейчас покажу сверху. В закваску я уже положила черный изюм. Также нам потребуется сухой квас и сахар, а также теплая кипяченая вода. В банку с закваской добавляем 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки сухого кваса. И все тщательно перемешиваем. Далее наливаем в банку воды, закрываем банку марлей и ставим на подоконник, чтобы квас созревал. Как самостоятельно приготовить закваску для кваса и сухой квас, вы можете посмотреть в моих видео. Ссылку на них я напишу ниже. Когда вы сами сделаете закваску и первый раз поставите на ней квас, после созревания вот этот первый квас надо будет вылить. Он тоже будет настаиваться 36 часов, но он больше будет напоминать слабое пиво. Конечно, для любителей пива можно не выливать, а сцедить, добавить сахар и выпить как такое слабоалкогольное пиво. Но это еще не квас. Квас у вас получится, когда вы уже второй раз поставите на этой закваске. Каждый раз квас настаивается 36 часов. Ему надо для созревания, чтобы он был с таким насыщенным и цветом и вкусом. Каждый раз после созревания и того, как вы квас седите, вам надо будет добавлять сахар, сухой квас, по возможности черный изюм, и каждый раз у вас квас будет стоять 36 часов. Прошло 36 часов, как мы поставили квас. Он настоялся и теперь его можно процеживать. Квас из банки через сито перелили в кастрюлю. Добавим в него сахар по вкусу и перемешаем. Готовый квас из кастрюли переливаем в кувшин.